Что для меня мотивация? Мотивация это то, что не даёт моим мыслям остановиться ни на секунду и заставляет постоянно находиться в движении. Это когда ты не рассматриваешь никаких других вариантов, кроме победы. Когда никаких сомнений и мыслей сдать назад. Когда вместо ожиданий ты точно знаешь, как всё получится. До этого задания понятия мотивация и вдохновение были для меня почти одним и тем же. Но после долгих раздумий я осознала одну вещь. Вдохновение может прийти во время работы. А мотивация это инструмент, который ты сам должен брать в руки и с помощью него действовать. Раньше я знала, что меня мотивируют некоторые вещи, но это задание помогло мне чётко выделить каждую из них. Часть вещей, которые меня мотивируют, можно объединить общей темой. Люди. Первое это конкуренция. Когда я вижу, как люди, которые находятся со мной на одном уровне или в одной сфере начинают двигаться быстрее меня, я хочу догнать и перегнать их. И избавиться от этого желания невозможно. Результаты людей. Меня мотивируют все те, кто не боится себя и игнорируют попытки других внушить, что у тебя не получится. Те, кто бескомпромиссно добиваются своих целей. Такие, как Стив Джобс и The Weeknd. Свободные женщины. Свободные, значит, те, кто, независимо от всеобщего мнения, не боятся себя настоящих. Они не следуют правилам и не вписываются в рамки возраста, веса и внешности. В итоге становятся теми, за кем следуют миллионы. Такие, как Ким Кардашьян и Мадонна. Одним из самых главных мотиваторов является живой пример того, каким быть нельзя. Мой отец. Я не буду об этом ничего говорить, но я не могла не включить этот пункт в список. Я знаю точно, что будет со мной, если я пойду не по той дороге. Раз уж мы пошли в эту сторону, самый главный мотиватор – это моя жизнь. Сложности заставляют тебя двигаться, в отличие от спокойной жизни в достатке. Делай то, чего боишься. Боимся мы все, независимо от возраста, пола и телосложения. И только способность преодолевать себя откроет перед тобой новую жизнь. Все, что нам нужно, вне нашей зоны комфорта. Если хочешь иметь то, чего у тебя никогда не было, тебе придется делать то, чего ты никогда не делал. Эта фраза заставляет меня быть сильной и не бояться трудностей. Долгие разговоры на кухне. Меня мотивируют долгие ночные разговоры на кухне. Почему-то именно во время этого возникают самые лучшие идеи и огромное вдохновение. Но такие разговоры не могут происходить с людьми, которые не на одной волне со мной. Поэтому следующий пункт – настоящие люди и моменты. Я люблю настоящих и простых людей. Они дают мне понять, что я не одна и что нужно двигаться дальше, чтобы встретить еще больше таких. Когда у тебя в памяти есть хотя бы несколько моментов, которые стоят того, чтобы помнить их всю жизнь, это создает непреодолимое желание действовать, чтобы ощутить еще миллион таких моментов. Желание увидеть мир. Я всего один раз была в путешествии, где увидела другие страны. И после этого меня переполняет желание сделать все, чтобы увидеть весь мир. Музыка. Музыка – это то, что дает мне силы создавать и мечтать. Я считаю, что музыка – это одно из самых прекрасных явлений. Это мотивирует меня создать что-то настолько же великое. Мои видео. Когда я снимаю видео, я мотивирую сама себя. Потому что каждое новое видео мне кажется самым лучшим из всего, что я делала до этого. Но еще больше мотивируют люди, которые меня смотрят. Столько хороших слов и ожиданий я не слышала никогда до того, как начала этим заниматься. Видео я снимаю для того, чтобы мотивировать других на изменения в жизни и действия. Но пересматривая их, я и сама заряжаюсь и чувствую то, что чувствуют мои зрители. Я перед ними в долгу и не могу их подвести. Вера людей в меня – самый настоящий мотиватор. Последнее, что я хотела бы сказать – никто не изменит твою жизнь, только ты сам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!